Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Когда вы задаете вопросы, то иногда очень сложно ответить в маленьком комментарии, потому что ответ будет большой. И в этом случае мне очень помогают темы, которые я выкладываю здесь на канале. И сейчас я вам предлагаю тему Татьяны Рязановой как ответ на многочисленные вопросы, задаваемые в комментариях. Тьма как иллюзия. Читает Лора. Обычно мы направляем свою силу совсем не туда. Законы не дают нам возможности диктовать направление, куда надо сфокусировать свою энергию. Наша свободная воля может распоряжаться тем, куда ее направить и как использовать. Многие из нас видят недостаток света и затем придают ему жизнь и силу, получая в результате тьму. Тьма – это иллюзия на игровой доске нашей действительности. Без нее мы не можем видеть свет, но мы настолько могущественны, что сами создаем то, что называем злом. И это отражение нашего же собственного страха. Представьте себе, что вы видите набегающую на берег волну. После того, как сила рассеивается, она обычно движется в море. Чтобы найти естественный баланс, потому что так устроена Вселенная. И мы не смотрим на этот процесс как на добро и зло. В нашем трехмерном мире зло есть непременный компонент естественных процессов действительности. Тьма не является противоположностью света. Она просто является отсутствием его. Но очень часто наши собственные суждения проявляют себя не прогрессивно, а в противовес нашему развитию. Если мы указываем на что-то и говорим, что это плохо, то посылаем этому свою силу, что дает ему жизнь. А когда мы хотим уйти от этого, то оно следует за нами, потому что получило связь с нашей энергией. Зло становится абсолютно реальным, потому что стало нами со всей своей властью. Это в сущности порождение наших мыслей. И мы всегда сами создаем свои страхи. Это и есть механизм манифестации наших страхов. Все наши органы чувств являются очень чувствительными механизмами. Через них мы не только получаем информацию, но и транслируем ее во Вселенную, как часть процесса сотворения. И надо быть сейчас очень изобретательным, потому что это будет направление нашей будущей реальности. Творите со страстью в сердце. Тогда мы никогда не будем отвергнуты. Наименее мы, люди, понимаем эмоцию страха. Но она может привести в движение многие наши проявления. Для многих на планете это является стимулом жизни. И это просто часть нашей жизни. Во многих случаях эмоция страха является даже полезной, если рассматривать ее просто, как отлив в море. Страх обычно проявляется в момент отсутствия информации. А наша натура всегда ищет ответы на все наши вопросы, заставляя обследовать каждый уголок сознания или бытия. Каждому человеку необходимо донести только маленький кусочек головоломки. И все вместе мы будем видеть общую картину. И в то же время каждый из нас цельный внутри и имеет доступ ко всем частям загадки через связь друг с другом. Я очень надеюсь, что это находит отклик внутри каждого человека, потому что это истина нашей духовной сущности. Опираться надо на тех, кто находится вокруг нас, чтобы восполнить недостаток информации. И мы увидим, как будет рассеиваться страх. Люди, обладающие глубоким пониманием и знанием, являются духовными по своей природе. А понимание в конечном счете ведет нас к любви, которая является противоположностью страха и сущностью информации. Надо, почувствовав страх, продвинуться дальше. И тогда он не будет влиять на нас и не будет иметь силы лишать нас нашей радости. Радостное возбуждение проявит открывающиеся возможности. Когда мы находимся в состоянии любви, то нет непонимания, и все становится нам доступным. Нам даются только инструменты, а нам самим решать, как их использовать в своей жизни и как сражаться со своими страхами. Мы не замечаем, как время влияет на всю Вселенную, потому что наша игровая доска единственная в своем роде. Это была игра богов, где необходимо было спрятаться от себя, потом интенсивно искать себя и, наконец, обнаружить истину бытия. Даже самые черные дни нашей жизни дают ответы, которые никаким другим способом нельзя было бы понять. Мы никогда не одиноки. Вокруг нас всегда есть существа, которые являются частью нас, болеют за нас и помогают нам. Мы являемся частью большой семьи света. Свет, который мы несем сейчас, будет виден вечно. Зло в переводе означает просто ничто, иллюзия нашего пространства. Помните об этом и играйте в этом мире с большой любовью. С уважением и любовью. Татьяна Рязанова. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, трехмерное сознание очень примитивно воспринимает слово «любовь». Это кажется скорее чем-то мешающим зарабатывать деньги. Но сейчас, конечно, это меняется. То есть чувство как бы обесценивает сам человек. Но сегодня, наоборот, чувства раскрывают вам ваши возможности и ваши способности. Любовь – это расширение. Это позволение себе выходить на большее пространство или на установление более крепких нейронных связей в мироздании. Например, связь с планетой Земля или, например, связь с ее царствами минеральным, растительным, животным, человеческим, сверхчеловеческим царством богов. Эти связи все налаживает сам человек. И какие бы темы ни были, или какие бы ни были ретриты, или какие бы ни были семинары, или какие бы ни были объединения или сообщества, сам человек в состоянии позволить себе любовь или расширение, или мудрость. То есть раскрытие сердечной чакры или активацию второго луча любовь-мудрость или Христосознание. В принципе, мы сегодня все массово идем вот в это самое Христосознание. Но это очень неправильно сказано. Потому что точнее будет сказать, что мы все будем проживать из Христосознания. взаимодействуя с друг другом более мирно, более доверительно, более трепетно, более искренне. И вместо того, чтобы чего-то ожидать или сидеть и искать эту информацию, когда это будет, запомните, в вашем случае, в вашем конкретном случае это происходит уже сейчас в вашем настоящем. когда вы перестанете мыслить линейно, а начнете мыслить, можно сказать иначе, мыслить фрактально, можно сказать, мыслить из расширения, можно сказать, мыслить многомерно, многомерно, а можно сказать, квантовое мышление. Все будет правильно. Потому что мы меняем и физику, и химию, и биологию, которая какой становится? Да более естественной, более приближенной к миру природы. на самом деле ничего сложного в том, что происходит сейчас, нет. Мы были все сфокусированы, не знаю, ну сколько сказать, последние 200 лет, да, или 100 лет, на ментальности. Будь, сынок, умным, будь грамотным, поступи в институт. Но вот сегодня настало время, когда школы закрыли, институты, не знаю, утратили свою ценность. Но давайте, давайте рассмотрим глубже или более внимательно, и мы можем увидеть, что наша ментальность была однобока. То есть, если человек ментальный и чувствующий, тогда он гармонично развивающийся. Но если он делал упор только на знания, только на развитие собственное, только на одну ментальность, то были всевозможные отклонения. И мы тоже об этом знаем. но вот сегодня, что происходит сегодня? Мы сегодня уходим от ментальности к интуиции. Это не значит, что вы перестанете мыслить. Нет, вы будете мыслить, но уже из центра, то есть центрированное мышление, многомерное мышление, а не какими-то фрагментами, кусочками. И вот это как раз центрирование является следствием объединения со всеми душами. Что я могу сказать из наблюдения? Так, работа в группе и предусматривает то, что становится все знающими или все понимающими. Почему? Потому что это передается от сердца к сердцу все. Очень похоже на эффект сотой обезьяны, когда то, что знает один, знают все. То есть ментальность передается в воздухе. Вот в такое время мы с вами живем, когда интуиции будут обладать миллионы. И когда мы будем видеть, что мы шли от инстинктов к интеллекту и от интеллекта к интуиции. Вот это и есть развитие, это и есть расширение, это и есть те три и инстинкт, интеллект, интуиция. И сегодня мы все массово будем объединять нашу нейронную связь нашей ментальности с нашими чувствами. Только ментальность уже будет иная и чувства будут иные. То есть вот это вот пара и есть ведь тоже инь-янь или баланс между мужской природой и женской. я советую моим словам не верить, а все анализировать лично и не принимать слепо все на веру, а видеть, что вам подходит, что вы можете принять как полезное для себя, а что нет. Ведь это тоже ваш выбор. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ